Мама! Мама, иди сюда! Перестань! Перестань! На любительском видео самый разгар драки. С одной стороны дачники, с другой сторонники бывшего председателя кооператива «Зелёная роща». Так закончилось отчётно-выборное собрание. В ход против земледельцев пошли не только кулаки, но и травматический пистолет. Сын! 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 Грозное оружие выстрелило трижды. Охранник получил лёгкое ранение. Я подошёл спросить, вы кто такие? Мне ответили, что мы дачники. На что я спросил, с какой улицы. Они невнятно сказали, ну послали, можем так сказать, в грубой форме. Или мы сейчас будем стрелять. Мне пришлось применить силу. Ну, их из собрания выдвернули. И тут уже начала стрельба. Куда вас ранили? Мне ранили в ногу. А дачника в голову от рукоятка пистолетом. Дачники уверены, конфликт в полузаброшенном массиве, здесь сейчас пустует каждый второй участок, спровоцировали преднамеренно. Когда вот этот человек шёл в толпу, то есть я думаю, что устроить провокацию. Именно для того, чтобы люди разбежались. На нашем массиве очень много брошенных земель. Есть возможность просто-напросто практически бесплатно забрать эти земли. Сами понимаете, массив 10 километров от Самары. То есть это естественно лакомый кусок для этих людей. То есть есть силы, которые хотят именно завладеть нашим массивом. Полицейские допросили стрелявших и не спешат возбуждать уголовное дело. Разрешение на хранение оружия у него есть. И сейчас выясняются обстоятельства дела. Селители уже опрошены. Говорят, что один из них, который стрелял, он говорит, что стрелял с целью самообороны. Дачники же сообщают, в Зелёной роще стреляли не первый раз. Подобный случай произошёл весной 2011 года. Тогда двое получили ранения.